Все мы, существа, нуждающиеся, желающие, стремящиеся к другим, хотим, чтобы на нас откликались, как на красивых, достойных, любимых, особенно когда мы еще совсем маленькие люди и не знаем себя. У нас есть источник спонтанности, живости, активности, залог нашего потенциального развития. И мы тянемся всем этим источником к другим, к жизнедателям. Жизнедатели – это люди, возбуждающие нашу страсть, волнение, желание, активность. И что будет, если жизнедатели, начиная с мамы в младенчестве, по каким-то причинам не откликаются на нашу тягу к ним? Если они холодны, равнодушны или вообще отвергают нашу тягу, или никак не угадывают наше желание. Будет больно. А вот проживать эмоциональную боль мы, когда мы маленькие дети, не умеем. И тогда одним из доступных способов унять эту боль будет отвернуться от жизнедателя. Если я тянусь к тебе своей потребностью, а ты не отвечаешь мне, тогда я найду такой объект, который такую боль мне не причинит. И нарциссический выбор – это направить эту тягу на самого себя. Но не на реального себя. Вот в чем ловушка. Если я реальный, она же самость, не будем дискутировать, что означает слово «самость» в нашем контексте, оказался негоден для столь желанного нам другого человека, то я отвергну свою «негодную» в кавычках часть и буду тянуться к себе такому, которого отвергнуть нельзя, к идеальному, грандиозному и ложному «я». Как угодно назовите. То есть ребенок отворачивается от внутреннего, живого, которое оказывается в изолированной оболочке и стыда. И поворачивается в сторону внешнего, мертвого, искусственного. И при этом вытеснить тягу к другим не получится. Мы, люди, существа социальные. Но можно быть незатронутым ими, не включаться эмоционально в отношениях. То есть можно эти отношения имитировать. На поверхности вроде есть чувства. Но нырни глубже там ничего, потому что быть затронутым глубоко значит рисковать тем, что снова испытаешь боль. А раз сознание развернуто ко мне идеальному, то в других людях любить будешь только то, что похоже на тебя. То есть любить отклик на свое ложное «я». По сути, получается, что сделав этот нарциссический разворот к себе, мы везде вступаем в отношения с самими собой. А всякая инаковость отвергается. И что мы получаем в итоге? Мы получаем специфическую систему отношений. Сразу оговорюсь, степень проявленности перечисленных особенностей у людей очень разная. От относительно слабых до крайне выраженных. В токсичной концентрации. Нарциссические черты есть у всех. Вопрос только в их количестве и силе проявленности. То есть практически любой человек время от времени делает выбор в пользу мертвого, отворачиваясь от своей самости. Человек с нарциссическим выбором попросту сделал его постоянным. Поэтому попробуйте применить сказанное к себе, а не к другому. Итак, что это за система отношений? Первое. Собственный источник жизни и спонтанности отвергнут ради идеального образа. Поэтому вместо творческого, спонтанного самовыражения, имитации идеальной личности, подражание удачным образцам поведения, контроль за своими и чужими проявлениями, в особенности плохими, но в кавычках разумеется, и манипуляция, попытка принудить другого человека к совершению действий по моему желанию. Так как интересно то, что ты мне даешь, а не ты сам мне интересен. Грандиозное я чрезвычайно уязвимо. И одна из его самых уязвимых черт такова. Если меня обидели, или что-то идет не так, как я хочу, я устраиваю скандал. Потому что я король, который разочарован. Второе. Источник активности здорового человека находится в нем самого. Источник активности нарциссического человека находится на его поверхности. Поверхность должна генерировать деятельность, заставляя внутренние и внешние фигуры поглаживать и стимулировать эти фигуры. Иными словами, человек активизирует не его собственные желания и интересы, а чужие реакции. Поэтому основная деятельность направлена на то, чтобы эти реакции у людей возбуждать и пробуждать. Например, в детстве это может проявляться, как «я рисую, потому что это нравится маме, и она меня хвалит, а не потому что я люблю рисовать». Или рисую то, что нравится маме, а не то, что я сам люблю рисовать. Эта имитация может зайти так далеко, что вообще утрачивается понимание того, что я хочу делать сам, без чужих побуждающих реакций. Я постоянно использую людей в близком окружении, чтобы они дали мне импульс к действию. Я могу проявлять очень сильное беспокойство о них, но на эмоциональном уровне я совершенно холоден. Мне все равно. Так как беспокойство – это лишь мой способ побуждать людей, заботиться обо мне. Третье. Постоянный токсичный стыд. Мы все равно чувствуем эту имитацию, эту фальш в отношениях, и испытываем к ней отвращение, пусть и не всегда осознаваемо. По одному из определений, стыд – это отвращение, направленное на самого себя. Человек в нарциссической ситуации тратит огромное количество энергии, пытаясь показать, что он действует согласован. Хотя по факту это не так. Наше «я» нецелостно, оно в дырах. Там, где присутствуют те наши черты, к которых мы стыдимся. Или в маскировочных сетях, или же в противоречивых желаниях. Иногда к этому стыду добавляется ощущение самозванства. Тогда человек достигает чего-то не потому, что в этом есть его подлинное стремление, а потому, что этих достижений хотели другие. То есть налицо имитация, обман других и, конечно же, себя. Четвертое. Эгоцентрический эротизм. Ты возбуждаешься только от самого себя. Речь идет не столько о сексуальном возбуждении, сколько об общем удовольствии. А если точнее, объектом возбуждения становится соответствие меня, моему идеальному образу. Из примеров часто приводятся приходящие на ум собеседники на свиданиях, которые интересуются только собой и рассказывают только о себе, а потом, спохватившись, говорят, ой, что это я? Только о себе, да о себе. Давайте поговорим о вас. Как я вам? Но аутоэротизм бывает гораздо тоньше. Вы можете быть очень внимательным собеседником, но наслаждаться не тем, что говорит другой, а как раз тем, что вы очень внимательный собеседник. То есть вы в конечном итоге любуетесь собой. Именно на этом, каким вы выглядите в глазах другого, сосредоточено ваше внимание. И поэтому, если спросить на следующий день, о чем шла речь в том разговоре, в котором вы так внимательно и чутко присутствовали, то выяснится, вы с трудом можете это припомнить. Или другой пример аутоэротизма на свидании. Вас возбуждают другом, только его возбуждение от вас. То есть он или она явно вами заинтересованы, и только это является для вас привлекательным в собеседнике. Убери это отражение нас в чужих реакциях и ничего не останется. Мне важен не ты, а твой отклик на меня. И еще, мне важно только, какой я рядом с тобой, но не то, каков ты. Центральный вопрос эмпатии в отношениях, каково это быть тобой, в таком случае не ставится. Пятое. Отключение своих желаний, если они не удовлетворяются немедленно, или же отказ от взаимодействия с человеком, который не откликнулся сразу же. Потому что основа удовольствия получить желаемое тотчас, и только как только я хочу, это главное, а не само взаимодействие с человеком. То есть удовольствие от обладания другим. Папа, сделай со мной домик. Подожди полчаса, я закончу работать, и мы сделаем домик. А нет, тогда не надо. Шестое. Преждевременное взросление. Отказ от нужды в другом учит обираться на себя и свои силы. Про таких людей в юности часто говорили, что он или она взрослее своих лет. Но это происходит не за счет естественного развития, а за счет подавления собственного внутреннего жизнедателя, то есть самой спонтанной части души, то есть живого и настоящего себя. Поэтому одна из доминирующих тем нарциссизма это абсолютная ненависть к тому, чтобы быть маленьким, быть меньшим, быть в начале пути, открываться тому, кто может что-то показать. Потому что быть маленьким, это быть нуждающимся и зависимым. Ну, в какой-то мере. А это унизительно и постыдно для человека, который решил строить отношения только с самим собой. Поэтому учиться у кого-то крайне сложно. Личность будет нацелена на то, чтобы сначала идеализировать учителей, а потом разоблачать их, показывать им и другим людям, что они на самом-то деле ничего не умеют или знают меньше, чем заявляют, или вообще не соответствуют тем принципам, по которым живут. седьмое. Таким образом блокируется способность к самопознанию, так как любой внимательный взгляд внутри себя тут же сталкивается с тем застарелым страданием от нераспознанности и отчуждения со стороны жизнедателей и ненавистью к себе. Все неугодное или вытесняется, или проецируется вовне, потому что в таком состоянии много паранойи. То есть то, что во мне меня не устраивает, я проецирую на других людей. Если, например, я свою враждебность и злость не осознаю, я буду подозревать ее у других людей, особенно у тех, кто возбуждает во мне сильные переживания. Среди отвергаемых чувств будет и жалость к себе. Она таким хитрым образом может проецироваться вовне, что я буду стараться окружать себя людьми, которые меня жалеют или которых буду жалеть я сам. А проблемы не в самих чувствах. Злость, ревность, зависть и так далее, они вполне естественны и утрачивают существенную часть своей силы, если они признаются нами. И именно с этим-то и проблем. С блокировкой самопознания связано и известное явление, когда люди, включая психотерапевтов, изучая разные, не самые приятные особенности человеческих характеров, чаще склонны искать их у других, чем в себе. то же самое происходит у жертв нарциссического абьюза. Люди, побывавшие в деструктивных отношениях с нарциссами, ищут нарциссов и нарциссизм в других людях и непременно находят. Отсюда столько злобы бывает против нарцев, токсиков и пограничников. Восьмое. Постоянная враждебность к самому себе, заглушаемая чужими поглаживаниями. Эмоциональная боль становится невыносимой и требующей избегания, тогда, когда мы становимся сами себе врагами. Ведь выбрать себя идеального означает отвергать постоянно день за днем себя реальному. То есть, создать самому себе внутренний ад, где тебя терзает стыдом, где каждый промах – это катастрофа. И этот ад спрятан надежно и осознается только, если во внешнем мире что-то идет, но не очень хорошо. Один из основных способов облегчить переживание своей плохости – это принудит людей постоянно твердить индивиду, что он классный и что у него все отлично. Если люди перестают это твердить, они быстро сталкиваются с обидой или враждебным отношением. Девятое. Зависть к чужому творческому потенциалу. Это в целом характерно именно для нарциссической зависти. Она в первую очередь вызывается не обладанием чем-то, а чужой способностью творить от души естественно и спонтанно. Иными словами, человек, лишившийся посредством своего выбора и защищающегося, и защищающегося, этот выбор стыда, контакта со своей творческой частью, завидует тем, у кого это сохранилось. Два наиболее типичных способа вскрыть зависть от самого себя. Помним, способность к самоосознанию блокируется. Обесценивание или намеренное возбуждение зависти в других. Это не я завидую, это вы мне завидуете. Итак, выбор обратный нарциссическому состоит из трех шагов. Первый. Осознать и как следует рассмотреть, изучить тот ад, в котором человек жил до этого времени, с его стыдом, ненавистью к себе и проекциями на других людей. Без другого человека это из-за блокировки самопознания крайне сложно сделать. Для этого нужен какой-то запредельный стресс или кризис. И задача психотерапевта увидеть этот способ мышления и попытаться донести его до клиента таким образом, чтобы он тоже смог его увидеть. Было бы ошибкой со стороны психотерапевта вселить в клиента большие надежды. Все, что нужно, это ясно показать, негативистский, не жалеющий себя, мстительный образ мышления, избегая при этом даже тени осуждения. Догадываетесь, что поможет позволить психотерапевту избежать этого осуждения. Признание нарциссических центров, черт в самом себе, способность принять собственный ад. По-настоящему живые люди очень хорошо знакомы с этой мертвичиной в себе самому. Второй шаг. Осознав и прочувствовав свою боль, рискнуть развернуться в сторону других людей. Вы уже помните, что нарциссический выбор это решение вступать в отношения и любить только себя идеально. И одновременно в сторону себя подлинного, естественного, живого, таков, каков я есть на самом деле. Но так как контакта с собой давно не было, вначале ощущается ужасная внутренняя пустота, похожая на абстиненцию, то есть ломку наркомана. Иногда осознание собственной пустоты называют нарциссическим коллапсом, и он ощущается буквально как физическая боль в теле. вся сложная конструкция имитирующая личность рушится и происходит своего рода маленькая смерть. Это критический момент. Боль может быть такой сильной, что нарциссический выбор совершается снова, то есть человек возвращается к прежней модели поведения. Поэтому так важно присутствие рядом поддерживающего, сострадающего и не осуждающего человека, который при этом не спешит утешать и обнадеживать. Это тоже жизнедатель, тот, кто помогает нам ожить после долгого мертвого сна после всей этой лжи и фальши самому себе. Утешение будет время, но не сейчас. Жизнь, жизнь это и страсть, и боль. И это значит, что если не будешь имитировать, возрастет вероятность отвержения, прямо пропорциональной вероятности подлинной близости. поэтому соблазн сдаться всегда будет велик. Третий шаг начать творить. Учиться говорить то, что думаем, а не то, что должно понравиться. Выбирать то, что хочется, а не то, что правильно. Учиться сострадать свои боли. Если другой человек не дает нам того, чего мы так страстно желаем. Учиться принимать от людей то, что они нам могут дать и хотят дать, а не имитировать контакт, чтобы вытянуть манипуляциями еще больше внимания на себя. Ложного, конечно. Учиться давать другим ровно столько, сколько можете. Не меньше, но не больше. Принимать и тот факт, что эмоциональные откаты особенно при сильных стрессах скорее всего неизбежны. Но если выбор развернуться к жизни сделан и прочувствован, то ощущение контраста между мертвым и живым позволяет снова вернуться на дорогу, ведущую к себе. Тогда живое у вас прорастет сквозь остатки фальшивого «я». Этот текст – это краткий конспект взглядов психоаналитика Симмингтона из книги «Нарциссизм», сделанный психологом Ильюи Латыпова. Ну, разумеется, в моем прочтении.